Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о том, как отличить подделку от оригинала. И я буду говорить, основываясь на своем личном опыте. Я надеюсь, что это видео будет полезно всем тем, кто, как и я, часто приобретает армату онлайн. Ну, а мне кажется, что в свете последних событий вообще, то, что все засели дома, количество онлайн-покупок резко увеличится. Я буду говорить о том, как, в общем-то, не купить кота в мешке. И, прежде всего, конечно, на мой взгляд, для того, чтобы вообще предупредить эту ситуацию, которая со мной, кстати, произошла уже во второй раз. Очень важно выбрать правильную платформу, правильный онлайн-магазин, где вы будете приобретать аромат. Я, это не реклама, я уже миллион раз говорила о том, что приобретаю ароматы на Амазоне, на местном, на Эмиратовском. И меня очень устраивает эта платформа тем, что, во-первых, у меня никогда не бывает проблем с возвратом ароматов. В том смысле, что, если меня, например, что-то напрягает в нем, я, мне не нравится цвет парфюма, потому что он отличается от картинки. Мне не нравится запах, потому что я понимаю, что аромат просрочен. И я пробиваю бочекод и вижу, что аромат просрочен. Ну, отличается по запаху, бывает такое, что подбито верха и что аромат уже поменялся. Или что поврежден флакон. Или, например, мне однажды пришел флакон без слюды. Я, несмотря на то, что даже открыла коробку и распылила аромат, я все равно его вернула, потому что флакон пришел без слюды. И, то есть, это говорит о том, что парфюм уже был до меня вскрыт. То есть, у меня проблем с возвратом на Амазоне, вот здесь, на местном, на Миратовском, никогда не бывает. И даже если я не уверена в аутентичности продукции, то есть в ее оригинальности, я тоже могу спокойно вернуть. Более того, меня очень устраивает Амазон еще тем, что я могу выбрать продавца. Потому что, ну, Амазон крупная платформа, там выступает большое количество разных продавцов. Я могу выбрать продавца, у которого хороший рейтинг, хорошие отзывы. И, соответственно, в общем-то, таким образом обезопасить себя относительно от подделок. И у меня есть 3-4 продавца на Амазоне, которым я очень доверяю. И у которых я часто покупаю, меня, в общем-то, еще ни разу не подводили. Вот сегодняшнюю подделку, которую вы видите, я приобретала не на Амазоне. Кстати. Но это не значит, что на Амазоне нет подделок. На Амазоне они тоже есть. Просто еще раз я хочу сказать, что очень важен выброс правильного продавца. Основываясь на рейтинге, на отзывах, как я уже сказала. Если вы приобретаете аромат на небольших платформах, скажем так, в небольших онлайн-магазинах парфюмерных. Ну, даже если и большие, чаще всего, к сожалению, мой опыт показывает, что когда приобретаешь ароматы не на таких крупных платформах, их бывает очень сложно вернуть в случае, если вас что-то не устраивает. Особенно, если вы вскрыли, естественно, флаком, вскрыли слюду. Поэтому очень важно выбрать правильный онлайн-магазин. Но как это сделать? Я думаю, что самым лучшим способом это искать отзывы по поводу того или иного онлайн-магазина. Ну, в помощь, мне кажется, и отзовик, и Яндекс, и даже в Фрагрантике есть такой раздел, где можно, в общем-то, посмотреть, какие магазины в черном списке, какие в белом. И есть форум, где люди обсуждают, какой магазин понравился, какой нет. Я должна сказать, что очень важно, это первый самый важный, мне кажется, момент, в случае, если вы заказываете в магазине, с которым есть проблема возврата, определить и заподозрить неладное в парфюме еще до момента его вскрытия. Это самое сложное, мне кажется. Ну, скажем, я буду говорить на примере аромата Клоуиномат. Вот, это подделка Клоуиномат, это Eau de Parfum, то есть парфюмерная вода, 75 мл. Я буду его сравнивать, конечно, может быть, это не совсем корректно, но, исходя из того, что у меня есть, я буду его сравнивать с оригиналом того же Клоуиномат, но здесь туалетная вода, у них различаются немножко картинки и цвет. Вот, и это нормально, то есть в оригинале действительно коробка выглядит именно так. Ну, и туалетная вода, она меньшего размера, здесь 50 мл. И на ней еще сохранилась слюда. К сожалению, слюду с этого флакона я выбросила, с этой коробки. Что очень важно? Очень важно определить и заподозрить еще на стадии до вскрытия вот этой самой слюды. Потому что я знаю, что как только ты вскрываешь слюду, потом вернуть этот аромат бывает очень сложно. Поэтому очень важно заподозрить подделку уже на стадии до вскрытия этой слюды. Если посмотреть на оригинальную коробку, то самое главное, мне кажется, ну, я во всяком случае заподозрила неладное, еще как только я увидела саму коробку и ее слюду. Ну, на оригинале, как правило, слюда, она очень прозрачная, глянцевая, блестящая, плотно прилегает к коробке. У них аккуратно, как правило, места стыков, все хорошо проклеено. Сюда на коробке поддельной была непрозрачной, то есть она была как-то немного сероватой. Она была слегка матовой, не такой глянцевой, плотно не прилегала к самой коробке, и места стыков были неаккуратными. Конечно, если бы у меня было побольше опыта, я бы не стала вскрывать ее, но вот у меня его не было такого большого, поэтому я вскрыла. Что меня еще напрягло до того, как я вскрылась в льду, это сама коробка, потому что на коробке есть вмятина. Не знаю, это видно или нет, вот здесь есть вот такая вот полоска, которая говорит о том, что коробка подмялась вот здесь немного. Меня это удивило, потому что я знаю, что Клой это не бюджетный бренд, можете себе позволить хорошее качество картона и, соответственно, коробки. И третье, что меня очень напрягло, это то, что внутри парфюм просто гулял. То есть он не сидел плотно внутри, и сам флакон внутри просто двигался по всей коробке. Вот это были основные три момента, я даже уже не говорю о никаких бетч-кодах. Кстати, бетч-кода нет ни на подделке, ни на оригинал, ни на коробке. Так что, мне кажется, что это не совсем критерий, потому что, кстати, и бетч-код тоже можно подделать, насколько я знаю. Но вот критерий, это именно, мне кажется, качество. Качество, начиная уже с самой слюды. Качество следы, качество коробки, то, насколько парфюм внутри хорошо сидит. Ну и после того, как я вскрыла следы, я открыла коробку, у меня все сомнения отпали, потому что я увидела, как это оформлена коробка изнутри. И качество картона внутреннего сразу, в общем-то, меня избавило от всех сомнений. Я надеюсь, видно, какое безобразие творится внутри и какое качество, в общем-то, у этого картона внутреннего. Для сравнения покажу вам, как это все выглядит в оригинальной коробке. Ну, во-первых, качество самого вот этого внутреннего картона очень хорошее, очень плотное. Вот. И внутри все выглядит очень и очень прилично, все очень четко. И флакон, естественно, внутри не гулял, потому что он все там внутри, все было очень аккуратно. Дальше. Естественно, сам флакон. Вот так на вскидку, кстати, если вот так вот сравнивать и не приглядываться, то сразу и не определишь, где здесь поделка, где здесь оригинал. Они, в общем-то, похожи очень. Вся соль, вся суть в деталях, скажем так. Что меня в самом начале напрягло? Меня напрягло качество стекла. Я боюсь, что я не смогу показать этого на камеру, но стекло здесь в поделке, оно полосит немного. Это заметно, когда ты смотришь... Оно не однородное, оно не совсем гладкое. Это особенно заметно, когда смотришь на свет. Вот. На нем присутствуют даже некоторые царапины на стекле. Дальше. Мне... У меня очень напрягло место стыка вот этой вот кожаной штуки на самой крышке. Вот здесь вот место стыка, оно очень неаккуратное, неаккуратно проклеенное. Вот здесь вот есть большая... большой зазор между ними. Меня это тоже... мне это бросило за глаза в всяком случае. Дальше. Меня напрягло качество чеканки на вот этой вот металлической штуке, на которой написано No Mad. Мне показалось, что качество вот этой надписи, оно очень нечеткое. Ну, недостаточно четкое, скажем так. И мне не понравилось качество металла вот этого. Вот. Ну, скажем так, это вот основные три вещи, которые бросились мне в глаза. Не говоря уже о том, что, конечно, здесь нет никакого бетч-кода и даже слово Spain. То, что написано мелкими буквами обычно, я не знаю, это вряд ли здесь будет видно на камеру, потому что слишком мелко и слишком бледно. Слово Spain, Made in Spain, написано с ошибкой. Ну, и я уже не говорю, конечно, о самом аромате. Потому что, конечно, парфюм это никак не назовешь. Это такая вот проспиртованная водичка, которую можно просто взять и выкинуть. Для сравнения, вот так вот выглядит стекло оригинального парфюма. Я не знаю, опять-таки, это сложно будет вот так вот на камеру показать. Оно абсолютно прозрачное. Качество стекла абсолютно прозрачное, без каких-либо полосок, без ничего. То есть, вот идеальное качество стекла. И вместо стыка на крышке его практически незаметно. Смотрите. Очень аккуратное. Ну, естественно, качество чеканки на этом металле тоже очень хорошее. Все очень четко. Все очень видно хорошо. В общем... Ну, естественно, аромат... Давайте я напомню себе. Ну, безусловно. Это намат. Сомнений нет. В общем, я надеюсь, что я смогла донести свою мысль. Я, к сожалению, не смогла вернуть этот аромат. Хоть пыталась. Я не смогла доказать. Опять-таки, потому что это не Амазон. Я не смогла доказать, что это подделка. Хотя купила я ее за довольно-таки приличную сумму. Сплатила где-то 70 долларов. То есть, в данном случае, речь идет о подделке, которая явно, нахально, скажем так, выдают себя за оригинал. И я вначале расстроилась, конечно, что я не смогла вернуться. Потом подумала о том, что даже такой вот отрицательный опыт все равно полезный. Потому что, в общем, впоследствии он меня обезопасит от подобных ошибок. Ну, и к тому же, мне кажется, может быть, мой опыт будет полезен вам. И оградит вас тоже от подобных же ошибок. Ну, не ошибок, а, во всяком случае, неприятностей. И вы научитесь отличать подделку от оригинала. И, по крайней мере, еще до момента вскрытия вот этой вот слюды. И, в случае, если вас что-то в самой коробке напрягает, даже если это интуитивно, даже если вы не уверены. Потому что, мне кажется, что интуиция такой вот, я ей очень доверяю, я уже говорила об этом не раз. Но вот, мне кажется, если ты интуитивно чувствуешь какой-то подвох, и тебя что-то не устраивает, а напрягает, то, мне кажется, вам нужно доверять своей интуиции. И от греха подальше лучше вернуть аромат, и получить деньги, и попробовать где-то еще. Потому что, ну, не вскрытый аромат вернуть гораздо проще, чем вскрытый. Еще раз, я надеюсь, что это видео было полезным. Если, да, то я буду очень рада, как всегда. И благодарна вам за ваши лайки, за вашу подписку. Если вы еще не подписаны на мой канал, и если вас интересует парфюмерия, то присоединяйтесь, присоединяйтесь к моему инстаграму. Потому что там иногда появляются флаконы, которые еще не появились в видео. Мне кажется, это может быть кому-то интересным тоже. Я желаю вам здоровья, самое главное в эти сложные для нас времена. И желаю позитивного настроения. Это очень сложно, кстати, сейчас сделать в свете всех этих новостей, которые мы регулярно слышим. И хочется чего-то такого, что поднимет настроение, хочется юмора какого-то. Ну и из недавнего, из того, что мы смотрели, и нам очень понравилось, мужем неожиданно понравилось сериал «Домашний арест». И, мне кажется, такой отличный юмор, очень хорошее качество вообще сериала. Поэтому очень советую посмотреть. Пока мы лично сидим на карантине, я желаю вам еще раз здоровья. И надеюсь, как всегда, увидеть вас в своем следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok